Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьевы. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Здоровье с доставкой. Врачи курорта провели расширенный выездной прием в Юровке. Он участвовал в освобождении Ханапы и битве за Берлин. Летчик Ищенко о войне и не только. Южный ветер закружил Анапу в ритме танца. А сейчас обо всем подробнее. Настала пора традиционных весенних субботников. Самое время навести порядок там, где живешь и работаешь. Городские коммунальные службы трудятся по всем фронтам. 21 марта анапчан призывают присоединиться к общегородскому субботнику. Анапа присоединилась к всекубанскому движению по благоустройству и наведению санитарного порядка. В авангарде этой работы коммунальные службы. На улицах курорта ведется обрезка зеленых насаждений. Кранировано полторы тысячи деревьев. С кладбищ уже вывезено 150 кубометров мусора. Ремонтники взялись за благоустройство в дорожном хозяйстве, а зеленители – за реконструкцию малых архитектурных форм. Свою лепту в наведение порядка может внести каждый из нас. 21 марта в Анапе пройдет общегородской субботник. Не оставайтесь в стороне. Вместе сделаем наш город чище и уютней. Здоровье под ключ. Очередной день здоровья прошел на этот раз в селе Юровка. Специалисты городской больницы и Центра медицинской профилактики провели выездной прием. Казачата средней школы номер 18 села Юровка берегут здоровье с молоду. Осознанно прошли узких специалистов, измерили рост, вес, сдали анализы. Так как мы ведем активный образ жизни, участвуем в всех мероприятиях района, края, и нам это очень полезно – следить за своим здоровьем. И почаще бы такие мероприятия проводились. В Доме культуры села Юровка – аншлаг. Пройти полное обследование бесплатно и при наличии только паспорта и медицинского полиса желающих много. Это кардиологическая и терапевтическая служба. На втором месте – это эндокринолог. В большие очереди также к окулисту, востребованная тоже специальность. К настоящему моменту, к 11 часам прошло уже 297 пациентов. Измеряли рост, вес, артериальное давление, проверяли уровень глюкозы и холестерина в крови. На ультразвуковое исследование брюшной полости было так много желающих, что талоны разобрали быстро. Татьяна Щадная приехала в Юровку в гости из Сибири отдохнуть и подлечиться. И была приятно удивлена проходящими на Кубани выездными днями здоровья. Здесь есть такие специалисты, которых у нас даже в городе нет. Просто никто не хочет ехать в Сибирь. Поэтому нам приходится выезжать, подлечиться сюда, в теплые края, Краснодарский край. Эндокринолога у нас нет, буквально нет такого врача. А заболевание не очень развито. Для многодетных такое медобследование особенно удобно. В город ехать не нужно. Все специалисты почти с доставкой на дом. С детками пришла. С четырьмя детками. Что будете проходить? Кардиолога. Почему нет? Педиатр сказал, что пройти, чтобы он посмотрел сердце детей. Глава курорта Сергей Сергеев распорядился провести Дни здоровья до наступления летнего сезона, когда все селяне занимаются садовыми и огородными работами. В Анапском многофункциональном центре полезные нововведения. Теперь посетители МФЦ могут предварительно записаться и обратиться за услугой в удобное для себя время. Сейчас в МФЦ предоставляется более 150 видов услуг. Одновременно прием ведут 26 специалистов. И даже при таком количестве окон для приема ожидания не исключить. За день сюда обращается более 1200 человек. Соглашения о строительстве и купле-продаже недвижимости – самые востребованные на данный момент услуги. Однако их перечень в скором будущем планируется увеличить в 2,5 раза. Об эффективности работы центра мы спросили посетителей. Я хожу по мере необходимости, а вообще очень хорошо работает, очень удобно, все в одном месте находится, не нужно никуда бегать по городу. Работают ответственно, рассказывают все вопросы, отвечают. Центр очень хорошо работает. Здесь быстро оформлено куплю-продажу квартиры. В течение полчаса все это было оформлено. Купки-продажа. Я из Дальнего Востока. Приехал с Хабаровска. И в Анапе сделал сделку. Очень удобно. По работе я, конечно, очень часто обращаюсь и в кадастровую палату, и к сотрудникам МФЦ. Очень рада, что открыли этот новый функциональный центр. Он очень удобен. И видно, что заботятся о людях, и работники чувствуют себя намного здесь, в ютине гораздо. Помещение хорошее, зал просторный, забота даже о детях, комната матери-ребенка. Это очень хорошо. И подъезды хорошие, есть где поставить машины. Вопросы решаются быстро. Хорошо, что по талонам не стоит живой очереди. Ясно по номерам. В общем, как только он открылся, мне все устраивалось. За садик узнаю, маленький ребенок, материнский капитал получили. Так что нормально все, хорошо. Кстати, пока посетители МФЦ ожидают своего приема, они смогут посмотреть и наши новости. Новости телекомпании «Анапа. Регион». Одна из приоритетных задач благоустройства. Глава Первомайского сельского округа Николай Ласько отчитался перед селянами о проделанной в прошлом году работе. По инициативе родительских комитетов в школах номер 10, 18 и 25 было отремонтировано 43 классных кабинета. За счет средств муниципального бюджета был произведен ремонт спортивного зала в СОЖ номер 18 в селе Юрока на сумму 1 миллион 105 тысяч. Отсыпаны щебнем дороги, некоторые заасфальтированы. Вместо дикорастущих деревьев посажены аллеи. Преобразилась парковая зона в хуторе Чекон. Идет развитие малых форм хозяйствования. Построено около 900 квадратных метров теплиц и около 600 в крестьянско-фермерских хозяйствах. Создаются дополнительные рабочие места. Заместитель главы курорта Людмила Мурашова подчеркнула кадровый вопрос. У нас с вами молодеют кадры. И вообще-то это говорит о том, что мы живем и развиваемся. Глава округа хорошо знает проблемы селян. Именно эти слабые места и легли в основу планов на текущий год. Подъездные пути к школам и детским садам требуют ремонта. Необходимо менять линии электропередач, ремонтировать тротуары, ликвидировать очередь в детский сад. Немало важной проблемой для человека является строительство канализационного коллектора по улице Рабочий. Основные вопросы жителей по земельным участкам, выделенным для многодетных семей. По закону участок выделили и все. Но администрация Анапы думает в первую очередь о людях. Вам будут построены и водопровод, и дороги, и электрическое снабжение. Это все будет за счет муниципалитета построена. Работой главы селяне довольны. Допустим, дороги, допустим, тот же водопровод в Чекунине. Работа Николая Николаевича, мне кажется, очень хорошая. И по сегодняшнему сбору было видно, что народ доволен. Он поддерживает и население, и мы его поддерживаем. В том плане, что созваниваемся всегда. Все мероприятия, которые мы проводим, он в курсе дела. Он постоянно в действии. Хорошая работа в округе – это результат тесного взаимодействия у муниципальной власти, депутатов, казачества, общественности и селян. 16 марта 2014 года – историческая дата. В этот день в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители полуострова почти единогласно проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Как анапчане относятся к событиям крымской весны, узнавал наш корреспондент. Мне кажется, что это вообще хорошо, потому что это как историческая уже родина России. Это все было присоединено всегда к России, поэтому я всегда к этому положительно отношусь. Мне всегда больше нравилось. Ну как, Россия более целая стала теперь. Там много русских людей, но они сами согласились присоединиться к России. Это неплохо. Там в основном русскоязычное население, и все как бы там русские. Поэтому Крым, я считаю, по праву должен принадлежать России. Это приятно, что они обрели наконец-то свою родину после стольких лет нашего расставания с Россией. Указом главы Республики Крым во всех органах государственной власти и организациях рабочий день сокращен на один час. В связи с проведением мероприятий, связанных с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией. За верность русскому слову. Такую медаль получила Людмила Катукова. Награды анапску поэтессу, автора-исполнителя лирических песен, удостоила Московская городская организация Союза писателей России. Есенин в юбке. Так называют знакомые и друзья Людмилу Катукову. Автора пяти поэтических сборников. Песни на ее стихи исполняются оркестром Краснодарской филармонии виртуозы Кубани. В прошлом году поэтесса отметила 40-летие своей писательской деятельности. Является участницей всероссийских, краевых и городских фестивалей и конкурсов авторской песни. Сочинительство – это такой процесс, что он приходит совершенно неожиданно и совершенно в разное время. За мной еще в детстве ходили, записывали изречения какие-то. Самое главное место в квартире – личный кабинет. Там хранятся все дорогие сердцу книги, грамоты и черновики ее стихотворений. В настоящее время Людмила работает в гимназии, отдает свои знания детям, воспитывая в них чувство любви к родной земле и прививая стремление к чистоте русского языка. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Иван Кузьмич Ищенко – один из тех героев, кто в суровые дни оккупации освобождал Анапу. Он участвовал во многих сражениях войны, которые вошли в учебники истории, в том числе и в битве за Берлин. Иван Ищенко связал свою жизнь с небом в 18 лет. Пошел учиться в авиационное училище. Последний экзамен сдал 1 июня 1942 года. А потом началась практика – военная. Он хорошо помнит свой первый боевой вылет. Представился немец, Фост. Ну, уже довольно близко. Он там стрелял по нашем самолете. Я отстреливался, там пулемет. Шкаст такой был над Турельным. Две очереди я дал. Мне пулемет отказал. Он подошел, плотную немец. Я ее лицо вижу. Я по этой рукой правой достаю эту ракетницу, прицелившись, как я полоную в немца, боевым разворотом и пудрал отсюда. И когда я прилетел с этого вылета, все увидели, что я побелел. С того самого дня полностью седой. Всю войну в одной эскадрилье. Немногие его друзья дожили до победы. Отступали, сжигали неисправные боевые машины, снова наступали. Иван Кузьмич побывал в окружении, выжил, освобождал Кубань. Дошел до самого Берлина и написал на стене Рейхстага в самом центре «Иван из Донбасса». Медаль за взятие Берлина Ивану Кузьмичу дорога больше всех. Макет самолета Пе-2, как ласково его называют, пешка, на котором и закончилась для него война, бережно хранит дома. После войны получил два высших образования, летал уже на гражданских самолетах. Женился. Жена тоже была в Берлине и была у Рейхстага. Случайно мы ей встретились. Ну, стали вспоминать. Жена моя служила в войсках НКВД. С боевыми товарищами каждые три года встречались в Москве у Большого театра. И с флагом полка шли по Красной площади. Вспоминали тех, кто не вернулся из боевых вылетов. Вырастил детей, уже есть внуки и правнуки. Иван Кузьмич только прилетел из Москвы, гостил у дочери и рассказывал корреспондентам Первого канала о боевом прошлом. Каждый раз, когда он поднимается в небо, ему снова 18 лет. Небо – это жизнь, по-моему. Это все в небе. Радость, подняться. Вот сейчас вот я летаю, значит, ну, как-то поднимся. Ради чего? Душа, да, здоровей такой, говорите. Красота и грация в танце. Спорткомплекс «Витязь» собрал более 500 танцоров на ежегодном российском турнире по спортивным танцам «Южный ветер-2015», расскажет Алина Гумерова. Оточенные движения. От ярких костюмов не оторвать глаз. Юные кавалеры с легкостью кружат своих дам в медленном фокстроте. Южный ветер в Анапе закружил в ритме спортивного бального танца уже в третий раз. Гармония пластики и музыки, сочетающей в себе искусство исполнения и физическое совершенство танцоров. Наш вид – это отчасти спорт, отчасти искусство. То есть мы как бы не можем отделить составляющую искусства и спорта. Прежде всего, конечно, мы соревнуемся, мы спортсмены. Но если вы посмотрите, красота, грация, эмоции, то есть все это и отчасти театр даже. На турнире состоялось первое показательное выступление участников анапского проекта «Спортивные танцы на колясках». Гостей мероприятия приветствовал заместитель главы Сергей Козлов. В рамках турнира прошли первенство Краснодарского края среди ансамблей по латиноамериканскому секвею первенства города-курорта Анапа. Возраст танцоров от 8 лет и старше. Вчера и сегодня турнир показал высокий уровень танцоров. То есть можно сказать одно, что спортивный танец, он не находится в упадническом состоянии. Он все время растет, растет, растет. И свидетельствует тому сегодняшний результат. И в том числе город Анапа. Потому что анапские пары сегодня стали одними из лучших. И весь пьедестал практически был в Анапе. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Альянс» Артем Гукосян и Екатерина Шмелева танцуют вместе уже 10 лет. Тренирует пару руководитель клуба Татьяна Егорова. На февральском чемпионате России в Москве среди 150 пар ребята заняли 10 место. Спортивные и бальные танцы включают в себя две программы латиноамериканскую и европейскую. На смену энергичным движениям чачача или румбы приходили плавные, скользящие по вальсам. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Здравствуйте! В студии Наталья Змызгова в эфире прогноз погоды. Март месяц обманчивый. Несмотря на то, что по календарю уже весна, во вторник ожидается снег. Температура воздуха днем от нуля до плюс 4 градусов. Порывистый ветер до 9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника Тризе. Своевременная профилактика лучше, чем лечение. Комплексное обследование зрения на современном оборудовании можно сделать в клинике Тризе. Берегите себя и близких. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике Тризе. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в Анапском подразделении Тризе по телефону 30 310 Крымская 242. Тризе. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова